Развод по-американски. Дональд Трамп уволил госсекретаря США и выбрал преемника, нынешнего главу американской разведки. Чем не угодил Рекс Тилерсон и чем он запомнится, расскажет Дмитрий Анапченко. Он и проработал-то всего чуть больше года, с февраля 17-го. Человек, которого пресса уже много раз отправляла в отставку и который с завидным постоянством эти слухи опровергал. Но теперь уже все официально. О жестком кадровом решении Дональд Трамп по привычке поведал нации в Твиттере. Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой. Спасибо Рексу Тилерсону за его службу. Поздравления всем. Всего лишь спасибо за службу, ни больше, ни меньше. Источники в дипломатических кругах утверждают, что и эти слова дались Трампу с трудом. Дескать, он не просто разочарован Тилерсоном, он взбешен. Поэтому и действовал импульсивно. Президент позвонил в прошлую пятницу. Сказал оставить должность. И госсекретарю, который в этот момент находился в африканском турне, пришлось срочно прервать визит. Чем мы запомним Тилерсона? В первую очередь, наверное, тем, что при нем госдепартамент не был, скажем так, отделом Белого дома, который лишь выполняет команды сверху. Ведомство проводило, или, по крайней мере, пыталось проводить собственную политику. И это, в конце концов, и стало причиной отставки. Слишком много противоречий накопилось. И по Северной Корее, и по Ирану, и по России. Тилерсон всегда был за диалог с КНДР и против военного решения. А Трамп и его окружение склонялись к жесткому варианту. Доходило до смешного, когда в один и тот же день госсекретарь заявлял, мы открыты к переговорам, а Белый дом тут же это опровергал. Рекс, не трать энергию зря. Фамильярно написал тогда Трамп. И даже о нынешнем спонтанном решении президента встретиться с Кимом, глава американской дипломатии узнал из прессы. И так во всем. Тилерсон хотел сохранить парижский договор по климату. Трамп считал его вредным. Тилерсон пытался отстоять ядерную сделку по Ирану. Трамп назвал ее позором для США. И распорядился выяснить, как разорвать договор, заключенный Обамой. Госсекретарь только накануне сделал жесткое заявление по России. Дескать, нет сомнений, за громким британским отравлением московский след. А Белый дом, оказывается, не хотел такой категоричности. И вообще не хотел, чтобы штаты в это вмешивались. Мол, пусть Европа сама разбирается. При этом высокопоставленный американский дипломат сказал мне сегодня утром, мол, в самом ведомстве своего шефа недолюбливали. В том числе и потому, что двери в кабинет Тилерсона всегда были плотно закрыты. Он окружил себя лишь несколькими доверенными советниками, но ко всем остальным не прислушивался и не считался. За спиной у Тилерсона жаловались, мол, он никогда не перезванивает послам стран ЕС, работающим в Вашингтоне. А те привыкли общаться с главой Госдепа напрямую. Он игнорировал бывших госсекретарей, ту же Кандализу Райс. А тут принято, что отставные главы ведомства имеют право давать советы. Обидело чиновников и намерение Тилерсона на третью резать бюджет МИДа и провести сокращение штата. А вот человек, который сядет теперь в это кресло, глава ЦРУ Майк Помпео, полная противоположность. И нет сомнений, что Конгресс его легко утвердит. Помпео – один из самых доверенных людей Трампа, который ни в чем ему не перечит. А значит, и самостоятельной политики от Госдепа ожидать больше не стоит. А центр принятия решений, в том числе по Украине и России, окончательно переместится в Совет национальной безопасности при президенте к его ближайшим советникам и семье. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.